короче по центре дальше держу в курсе значит по центре у меня есть email на котором планирую сидеть не только я у меня есть email который исключительно там написано для бизнес предложений вот я вам даже больше скажу в названии это и мэйла этого и мэйла содержится слово бизнес блять чтобы вы думали мне туда пишут всякую хуйню например то что я выложил в телеграм но это вообще пиздец то есть я в какой-то момент мне на стриме писали типа привет пятерка доллар 140 рублей привет пятерка доллар 140 рублей но я и бомбанул я говорил типа нахуй мне это знать я чё от этого мне чел на этот емейл на мой бизнес емейл на который мне пишут компании по поводу того что типа здравствуйте хотите прорекламировать наш продукт вот у нас букмекерская компания я им говорю идите нахуй все такое этот чел гений блять кирилл когда тебе говорят что доллар растет это имеется ввиду по отношению курсу рубля реально блять нихуя себе а я в этот ну а я просто до этого в акции вкладывался думал ну по приколу просто чудесным образом на балансе больше денег становится я ну типа реально ну прихуел если объяснять проще ну потому что я ж до этого мог не понять ребята вы же вы тоже могли не понять вот он решил объяснить проще если объяснять проще то это не доллар больше стал это рубль дешевеет блять как вы могли нахуй не понять ребята вы чё блять ну реально вы же вот это вот мне пишите в чате я на вас бомблю это это потому что вы не поняли короче ты за две недели обменел в два раза блять охуеть не я реально не ну я не понимал я решил внезапно ну поделиться со своими подписчиками топовыми да ну выложить это потому что ну такую информацию надо распространять вот потому что ну не все возможно понимают знаете что он мне потом написал я же выложил все вот это вот без его адреса без всего он значит увидел и он значит мне написал ха ха пранк удался ребята так пранк то удался это был пранк то что он мне написал ребята это же он горит шутка удалось не думал что засвечусь в телеграме забавная реакция у людей как меня там только не называли это не выкладывай пускай все дальше меня называют мамкин к мамкиным экономистом блять ну это реально ну типа ребят он пошутил вы чё типа это но он же пошутил жестко ну вот вы чё не поняли что это шутка вы чё это же он так это жестко затроллил на бизнес емейл написал не в донатом куда-нибудь там не не в личку группы вот именно на на бизнес емейл на который мне предлагают рекламные контракты вот он туда решил именно это написать ну чтобы запранковать жестко реально жесткий пранк блять сделать дальше тоже вот это вот гений блять чел пишет привет я сейчас постараюсь тебе задонатить . на бизнес емейл значит вот это вот ну я просто хочу чтобы вы прочувствовали блять привет я сейчас постараюсь тебе задонатить я надеюсь что в будущем мы будем сообщниками не шар я извините я должен показать конечно ну просто вы посмотрите на наличие опять же на бизнес емейл мне пишут ну компании там да всякие серьезные они хотя бы запятые ставят и все такое привет тут должна быть ну блять какой-то знак припинания ну просто я чувствую да я сейчас постараюсь тебе задонатить но блять так и задонать нахуй ты меня держишь в курсе я надеюсь тут даже не большой буквы я надеюсь где знаки что в будущем мы будем сообщниками но go for tonight как-нибудь если шо пиши пиши блять сюда мое имя артем блять спасибо реально не ну артем ну если его звали не артем то я бы его нахуй послал чисто по дружески без какого-либо негатива вот но раз артем вот раз мы будем сообщниками то ну наверное да тогда да 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 ну к сожалению мы с артемом супер боем артем казаковом 299 мы трусов мы с ним к сожалению не поиграем вот я я хочу вас разочаровать дорогие подписчики вы все этого ждали ну вот ну потому что я подумал что он на бизнес емейл мне чтоб вы понимали еще да как вы понимаете это тема сообщения когда пишешь вот сообщение да ты должен написать тему эта тема сообщения знаете какое содержание этого сообщения ну может быть вы просто не заметили содержание сообщения нету содержание сообщения пусто здесь пусто это он просто написал тему а само сообщение забыл написать. Вот. Но это бизнес жёсткий. Это, ну, прям реально, ну, такое ебейшее бизнес-предложение. Я еле-еле сумел отказаться, понимаете? Вот мне букмекеры пишут, и они говорят «Здравствуйте, мы вам дадим вот столько денег за вот столько рекламы». И я как бы говорю «Блядь, ну нет, ну тяжело отказаться». Но от предложения Артёма поиграть с ним в Fortnite было в тысячу раз тяжелее отказаться, реально. Вот. Я даже, ну... Ну как? Как я могу не поиграть с Артёмом в Fortnite? Вот. Мы же будем с ним сообщниками. В каком правдоделе мы будем с ним сообщниками? Ну, когда кризис начнётся, и мы рэкетом будем заниматься, что ли, в Ростове-на-Дону, это тогда мы с сообщниками будем? У нас ОПГ будет? Или что, блядь? Ну, просто не очень понятно. Вот. Ну, вот так вот вот такая нормальная тема. Ебать его надо. Тут я согласен. Ну, короче, мне нравится то, что заблокировать человека в в e-mail гораздо проще, чем в ВКонтакте. Вот. Это вот единственное, что мне ну, каким-то образом, ну, доставляет хотя бы удовольствие, ну, банить людей, вот, которые мне хуйню пишут. Вот. Всякую полную хуйню. Это бан сразу, блядь. Чтоб вы понимали. Это сразу моментальный бан, блядь. Тоже, блядь, дискор... Ну, опять же, подсмотре. e-mail, e-mail для бизнеса. Чел пишет, значит, сообщение без темы, чтоб вы понимали. Темы нету у данного сообщения. Вот. Без темы. Вот тут вот скрыто, что он написал. Как вы думаете, что он написал, блядь? Ну, по поводу бизнеса. На мой бизнес e-mail, да? Что, как вы думаете, он написал? Блядь, где дискорд-сервер, сука? Действительно, какой нахуй дискорд-сервер? О чем он, блядь? Не, он просто решил написать. Вот чат для этого существует, где я сразу в прямом эфире могу ответить на твой вопрос. Не, похуй. Я напишу... Пиздец. И это просто пиздец, блядь. Так, сейчас, подождите. Я должен теперь додуматься, как себя вернуть на экран. И как вернуть вот это... вот это в соцсети своей. Да, ну нормально. Нормально. Так, ну вот. Вот так вот по центре. Вот такая вот вечериночка реально. Ну, там еще всякую хуйню пишут, но я вам уже показывать ее не буду. Ну, там бывают и нормальные предложения, чтобы вы понимали.